Живи по совести и вере, люби людей, твори добро, богатство, злато, серебро не приведут желанной цели. И это звучит так, словно Дональд Трамп пришел к власти без воли Аллаха на то. Будто Аллах этого не желал, а Дональд Трамп бросил вызов Аллаху. Клянусь Аллахом, звучит так. Прошу убежище у Аллаха. Аллах, субханаху ата'аля, сказал в Коране. Скажи, о Аллахе, владыка царства. Ты даруешь власть, кому пожелаешь. То есть Аллах пожелал, чтобы он стал президентом. И отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь. И унижаешь, кого пожелаешь. И вот что в конце аета. Все благо в твоей руке. Аллах дает власть одному и забирает ее у другого. Этого возвеличивает, а этого унижает. Что это все? Мудрость Аллаха. Люди, как Дональд Трамп, они подтверждают истинность Корана. Аллах говорит в суре Фуркан. Это глава 25. Так для каждого пророка мы создали врагов из числа грешников. Поэтому братья такие люди будут до смерти делать то, для чего были созданы. Быть врагами Исламу и Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, и критиковать их. То есть эти люди подтверждают истинность Корана. Ведь несмотря на все эти вещи, Ислам распространяется. Аллах говорит в Коране. Третья сура Али Амран, 54-й аят. Они хитрили и Аллах хитрил. А ведь Аллах наилучший из хитрецов. После событий 11 сентября, в мире началась медиа война с Исламом. Обычные люди начали думать, что Ислам губителен, науалу биллях. Мы видим, что больше людей захотели узнать, что это за религия. И мы видим, что в одних только Соединенных Штатах, после событий 11 сентября, примерно за 9 месяцев, 34 тысячи человек приняли Ислам. В одной только Европе, после событий 11 сентября, свыше 20 тысяч европейцев приняли Ислам. То есть чем больше они пытаются нападать на Ислам, тем больше Ислам распространяется. Я считаю, что в долгосрочной перспективе, это на пользу Исламу. За счет этого люди узнают об этой религии. И когда бы люди не нападали на Ислам, в конечном итоге это идет на пользу Исламу. Я уже рассказывал вам эту историю, и я хочу рассказать ее снова, чтобы укрепить веру в предопределение. Был правитель, и у него был министр. Правитель и министр. Министр был человеком, который верил в предопределение, в кадр Аллаха. И однажды правитель что-то делал с ножом, и отрезал себе палец. Министр сказал, добро, иншаллах. Это хорошо, иншаллах. Так он считал. Правитель расстроился. Говорит, что ж хорошего в том, что я отрезал палец. Взять его под стражу. Бросьте его в тюрьму. Под арест. И его арестовали. Заключили под стражу. И по дороге в тюрьму он говорит, добро, иншаллах. Это хорошо, иншаллах. Есть в этом благо, иншаллах. А у правителей и министров была такая традиция. Каждую неделю они ехали на охоту. Ведя при этом кочевой образ жизни. А в этот раз же министр в тюрьме, а раньше он показывал ему дорогу. А в этот раз его нет. И он заблудился в джунглях. Его схватила группа бедуинов, которые поклонялись идолам. А в этот день у них как раз намечалось человеческое жертвоприношение их идолам. Они говорят, нам не найти лучшей жертвы, чем этот парень, который так хорошо одет. Вот он и будет жертвой. Но они посмотрели на его руку и увидели, что у него нет пальца. Говорят, мы что, такую жертву предложим нашему богу? Иди отсюда. Ты недостаточно хорош, чтобы быть жертвой. И он был спасен. И на обратном пути во дворец он начал размышлять над словами министра. Говорит, теперь я понял, почему министр сказал, что это благо, что я потерял палец. Ведь если бы он у меня был, меня бы уже зарезали. И сразу же по возвращению во дворец он приказал отпустить министра. Говорит, послушай, я понял, почему ты сказал, Хайр, добро, но... Что хорошего в том, что ты сел в тюрьму? Он сказал, если бы я был с тобой в путешествии, зарезали бы меня. То есть все это благо. Таков взгляд сквозь призму имана. Вот что такое ценность веры, братья. Вера дает верующему то, чего нет больше ни у кого. Так что, я понял. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...